мы пойдем дальше глава 21 символ эпохи книги на свалке вот эту книгу мне прислали по пути половая гибридизация это самое воспитание гибридных сеансов вот у него такой разделность и тут же огромный раздел это 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 то есть точно название не помню хотя книга вот она но долго искать не думай о всех вещах говорит вот сейчас я скажу как называется мы должны знать это это я не против полового воспитания половой гибридизации но вы сами понимаете есть какой-то предел почему вы как раз яска этот выпускал несъедобные груши почему получше груши у этого но по крайней мере тех пределах которые я знаю про получше груши допустим у имени лесовенко в это варнауле они у них крупная красивая но опять не вкусно значит где-то какая-то ксущая а потрачено десятки лет существует какая-то какой-то предел возьмите самую сладкую грушу ну пусть половину помрет потому что у них несовместимость половая и остальные под вопросом возьмите веточку перенесите но только чтобы это же секреты прям буквально раскрываю что именно вот и растет у вас пуща молодая потом старше старшего советская груша все плодах и так и брать всегда только с нее по двое и никогда с другого и выбирается самая сладкая груша вот уже получилось 10 саженцев допустим и 100 лучше из лучших с них веточки взяли и на тот же самый подвой с той же самой уссурийской груши и еще поколение и вот вам за пять лет заметьте пять лет не 50 не 30 самого надо 30 вот за пять лет вы имеете пусть не новый сорт сенцевой культуры они хуже не хуже ну то есть они почти не меняются вот персик изменить абрикос изменить даже сливу я показал сливу это мы можем осенцевой культуре яблони груши извините тут вдруг главная задача 50 тысяч сортов якобы я бы 5000 сортов якобы груш большинство из них прекрасная сорта задача только сохранить их помощью привью закрепить 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 это на сибирке в крайнем случае на ранец кирает у нас риска муж пять лет а когда-то это было вообще что это то же самое что церкви сказать что бога нет прийти в церкви бога нет как тебя встретил вот так меня и встретили железо проходили сколько здесь секретов раскрывать боже мой о вегетативной гибридизации в менторах а влияние прямое настроение корневой системы вы понимаете я додумал что это я придумал 1 я вижу по двое меняются вот а потом оказалось что я в открытую дверь ломлюсь это не я виноват и ничего я любую других не ворвал просто сдав были забыли забыли читайте это тоже в конскамеру может быть она по-другому назовем может быть мы назовем это если когда-то дадут деньги на и я буду жив вот и мы может быть сын санна сергеев еще полом процента грамоте швы уже какая у меня команда какая у меня команда но все у нас есть кроме денег и кроме поддержки государства первых него называлась история российского садоводства и начали бы мы с марка значили бы мы к которому поверил мичерин а потом клял себя а я поверил потому что я скоро добился чего-то а вот к прочитал доказал что его мужик видите как а тут непонятно вот вам пожалуйста вегетативная гибридизация при целая большая глава и тут же он потом пришлось его это начинать сначала все погибло все запутано ни черта не поймешь что что идет зачем справа поверила потом уничтожил сад или уничтожил сад а потом все-таки вернулся к этой теме и добился успеха в виде вегетативных гибридов ни черта не поймешь а у меня уже глаза светятся я уже не могу читать а больше никого пока глава 22 городская среда ну не санна я соком показывал эту картину да вот выпилены все до единого деревья вы думаете я молчал я боец когда выпилили слева деревья еще там сбоку вот я не просто матерился я вызвал телевидение я стоял вот тут вот махал руками проклинал их и говорю за что тут хотя бы они калечили деревья это очень важно это касается любого любого города хотя бы калечили придаваем шарообразную форму когда они должны быть пять раз выше уже по возрасту они придавали шарообразную форму то есть дурью маялись ой я же обещал не говорю то есть делали странные поступки которые на самом деле называются распил тут бесят бано иначе зачем был эффект она вообще выпили после того когда я выступил по телевидению когда их проклял не стеснялся выражениях подождали вот это пилили до конца вот вот считайте вот а почему вы им заплатили за это сколько надо было 1 1 заправка бензопилой представляете сколько бензина списали это тоже листья не мусор а пища спасите деревья от глупости слова глупости должен стереть потому что я обещал то есть они глупостью занимаются чем тогда занимается листья которая кормит деревья они так извечены дебильные опять не могу я без этих слов вы понимаете вот человек рассказали иди и выгребай и ни один не задумался это посмотрите это вся страна знаете сколько тут гектаров такого сколько людей заняты сколько людей мы кормим только за то чтобы они лишили деревья еды а это им так нужно по белку эти в этим деревьям смотрите что натворили смотрите вот это вот это вот это сосны сосны они должны от земли начинаться сосны видели идеальное дерево но дело в том что их тут не тут варианта 2 или не садить вообще я в двух садиках работал самые трудные времена каждом садике получал по полставки по три тысячи представляете полная ставка люди работали за 6 тысяч а я хитрее в двух по полставки вот и тогда я отвечал за технику безопасности вот и сам резал заставлял отрезать вот эти же сучки на рост специально почему дети на колокол глаза я отрезал и плакал это к тому что надо думать прежде чем садить а вот смотрите сюда чем думали вот эти вот здесь упало дерево крупный план а этого не знает никто я про городскую совете вот еще корни вывернуты вот еще вывернуты но наверное был ураган потому что не случайно три дерева вывернут корни значит если убрать весь город взять таких деревьев будет сотни никто не знает они вот вывернуты связь между асфальтом и гнилыми корнями корни сгнили правильно значит она не упала если корни были живые но не упала там под асфальтом деревья лишились а пищи то есть они ослабели и боя кислорода так нет будет и чуть преувеличиваю на мой взгляд вот это две главные причины вот это есть городская среда почему потому что кейс институты соответствующие но выпускников видимо как-то не так учат что ли саму главному не учат прошлое держит за горло 5 января 2020 года это было пять дней назад я снял как человек учит ладно бы он ну посадил ты посадил но зачем ты это самое делаешь так чтобы увидели десятки сотни тысяч этих людей даже персик садишь куда вот еще в сибири сибири земля промерзает обычно метр в среднем сейчас у нас снега мало все жалуются в сибири мало снега морозы тоже не очень крутые в этом году сибири но все равно на полметра промерзнет красного нет а потом пока эти полметра не вытает в этой яме пусть стоять это же вода только замерзшая снег будет таять и он так быстро разрушает кору когда днем вода а ночью лед вот такое время вот и в это время кора разрушается причем очень быстро очень вот уж я-то нагляделся потому что у нас все было нормально там где у нас крутые склоны и огромное количество деревьев создала нам славу лучшего абрикоса яблонего города сибири а значит россии потому что только россия этого не знала так бывает а это все было но там крутые склоны снег тает и как гуся воды сходят а еще каменистая почва поэтому особо не долбили вот а потом садоводство из майны выползла из поселка червушки а уже садоводство уже норма на месте она выползла город строился от начиналось поселка поселок гидростроители это все потом металлуре еще нужно построить в это время уже частный сектор и дачи обрастали на более-менее ровном месте обрастали дачами и деревьями и вот тут вот так уже садили она константинович стоит дерево 3 5 10 лет я подхожу и вижу у штампа среди можно вот такой штампа уже мертвая почему он уже видно что штампа тут и вот такие значит белые раз через сантиметр белая это самое осадок присохший два три четыре пять шесть семь и каждый раз когда ночью схватывал мороз разрушал кору раз два три шесть пять шесть семь и дерево за неделю превратилось и когда наступала весна не то что она слабая было это яблони могла выдержать слива абрикос и груши стоят мертвые без единого листочка вот там с этого момента начал в железах сказал караул больше я молчать не могу открываю а там ладно это было 20 лет назад 30 лет назад но этот сейчас сегодня человек учит садить а вы знаете у меня там архиве есть лицо есть еще другие подряды почему убрал ленисона обещал быть поаккуратнее ну вот хотя мне кажется страна назначенные герои